Друзья, всем привет! Ну что же, наконец, руки дошли до этого смартфона, Xiaomi 13T. На него выходит новая HyperOS, ну и потому давайте разбираться, что же интересного она добавляет, да и вообще, что же на вот такие вот новые аппараты компании Xiaomi стоит ожидать. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, как я уже сказал вам в начале этого видео, аппарат у нас Xiaomi 13T. Это такая интересная новинка, которая вышла осенью прошлого года, и которую, ну, я действительно захотел приобрести по ряду особенностей. В частности, там спецификация, ну и конечно же за счет того, что тут будет актуальный софт. Но, к сожалению, данный аппарат не сильно часто баловали новыми обновлениями, и лишь только сейчас, меня регион на Великобританию, мне пришла новая HyperOS. Да, вы можете сказать в комментариях, что уже как бы давно она доступна, что немножечко слоупок и тому подобное, ну как бы уж извините. Что есть, то есть, и только сейчас я могу ее попробовать на данном устройстве. Ну и конечно же, есть тут о чем рассказать. Кому интересно список изменений перед вашими глазами, в целом, ну тут ничего у нас такого нового, выразительная эстетика, ну и тому подобное. Конечно же, аппарат работает под управлением 14-го андроида, ну и на нем обновляют всевозможные там циферки, вплоть до патчей безопасности, и конечно же, прошивок модуля связи. Модуль стал еще лучше ловить связь, что конечно не может не радовать. По умолчанию у вас немножечко будет не такой вид настроек, как вы сейчас это можете видеть на своих экранах. В частности, у вас не будет такого отдельного раздела, как взаимосвязанность. Да, это именно тот раздел, который есть в китайской прошивке, и который как бы то ни стоило ожидать на глобалке, но путем обновления одного стокового приложения настройки, мы получаем данный раздел. И да, тут есть также много нюансов и моментов, которые связаны с этим приложением настройки, потому как бы, кому интересно, я оставлю в описании ссылку на это приложение, но также вы должны понимать, что тут есть разного рода проблемы. Так вот, если по умолчанию у нас с вами доступна вот такая штука, как подключение к планшетам, и вы можете спокойно взять там Xiaomi под 6 или Xiaomi под 5, и соединить смартфон с планшетом, то как только мы обновляемся с вами до новых настроек, мы получаем раздел взаимосвязанность. Тут уже как бы эта вся история охватывает куда больше устройств Xiaomi, это и планшеты, ноутбуки, часы, телевизоры, ну и тому подобное. Ну там еще плюс машина будет, которая выйдет на глобальном рынке. Но одним словом, как бы да, в глобалку все же данную концепцию из китайской прошивки решили добавить. И это, конечно же, очень хорошо. По поводу нюансов, о которых я сказал в плане обновления новых настроек, это то, что при заходе в раздел Bluetooth и его активации, у нас этот раздел будет вылетать, но при этом Bluetooth будет активироваться. Да, есть такой маленький моментик, который может вас немножечко разочаровать. И еще один момент связанный с яркостью экрана. Да, вы сейчас наблюдаете, что она полностью в нуле, согласно этого раздела. Но если мы опускаем с вами вот так шторку, то яркость у нас больше, чем на половине. Так что тут есть, опять же, такие моменты. И рекомендую ставить только на какие-нибудь там предфлагманы и флагманы. Еще, помню, писали, что на Redmi Note 12 можно было поставить. Ну, в общем, нужно пробовать и экспериментировать. В любом случае, если вам это обновление не понравится, вы нажимаете на приложение настройки долгим удержанием пальца, выбираете о приложении и вот здесь внизу нажимаете удалить обновление. После чего версия вернется на ту, которая была сразу после установки прошивки. Это у нас что касалось нового раздела взаимосвязанность и приложение настройки. Что еще можно нового найти? Это, конечно же, в разделе уведомлений строка состояния. Добавляется у нас количество отображаемых значков уведомлений. Да, на этом устройстве этой фичи не было. И даже если вам приходила первая HyperOS, то и там вы не могли это найти. И сейчас же это добавляется. И еще, кстати, какой я заметил момент, что при обновлении этого стокового приложения настроек, у нас именно сюда добавляется перевод. Потому что как только вы обновляетесь там на новую версию, у вас этот раздел проявляется, то у вас там все будет на английском языке. Больше ничего такого по данным разделам я отметить не могу. Также есть не показывать заголовки, кому это неудобно или наоборот удобно, вы можете это все добро отключать. По рабочему столу новых фишек тут не добавляется. Как бы я там не пробовал что-то там поставить, чтобы там и поиск активировать, и чтобы папки в поиске активировать, это устройство что-то не хочет в новых версиях это проявлять. Опять же, возможно из-за того, что в новых версиях рабочего стола, которая вот вышла относительно недавно, это убрали. Но если вам не хочется обновляться на новой версии, то и по умолчанию тоже ничего так себе версия рабочего стола. Хоть она да и от прошлого года, но в целом аппарат себя чувствует резво, оптимизации быстродействия есть, и я вообще не могу никаких нареканий вам на это все добро говорить. Также напоминаю вам про звук и вибрацию, что есть четвертый ползунок, который вы можете активировать в расширенных настройках, потому что немногие про это знают, и как бы для некоторых это открытие, что можно такое добавить вот с помощью звука и вибрации. По обоим также вас, наверное, история интересует. Есть стили блокировки, можно все менять как и обычно, но к сожалению больше никаких новых пресетов у нас не добавляется. Опять же, как я уже ранее говорил, что возможно в будущем разработчики, как и с супер обоями, будут добавлять это все постепенно. Новый шрифт присутствует, размеры значков есть, эффекты уведомлений также на месте. Что же касается супер обоев, то они тоже есть, но тут есть какой интересный момент, что путем обновления нового активатора вы получаете раздел луна, но при этом как только вы нажимаете на загрузку этой луны, у вас никакая загрузка не происходит. Все из-за того, что серваки сяоми не лежат, или они там как-то что-то оптимизируют, настраивают, и нужно еще дополнительно скачивать пакет, который касается супер обоев луна. Да, вот такой небольшой головняк, но при этом вы сможете получить новую кастомизацию своего сяоми. И также, кому это интересно, ссылка будет в описании. И, собственно, друзья, по оставшимся разделам, что еще я мог бы так бегло отметить, так же, как и на примере Poco F5 Pro, добавляется в защиту батареи защита при зарядке, либо у нас обычная зарядка до сотни просто идет, либо же она будет оптимизированной. Это, да, есть такой моментик интересный. И плюс еще, что я еще заметил, это у нас раздел под названием специальной возможности, слух. Тут нам добавляется раздел под названием мерцать при получении уведомлений. То есть, если вы хотите не пропускать там важные уведомления, или же там какие-нибудь оповещения о сообщениях там в телеге, в вайбере и тому подобному, то вы можете эту всю тему попробовать. Тут вот, смотрите, мы можем активировать вспышку, экран у нас может подсвечиваться разными цветами. Ну, в общем, вот тоже такая интересная фича, которая добавляется в этом новом обновлении. Конечно же, обновляются у нас и разные стоковые приложения, там, получается, и галерея, и камера, ну и тому подобное. Все, работают, одним словом, очень хорошо. И я особо критичных таких багов в использовании не заметил. Ну, и также, кому еще интересна вот эта вся синтетика, я вам показываю, что по сравнению с MIUI 14, ну, немножко данные так просели. И просели они на неплохо так единиц, потому что, казалось бы, HyperOS такая улучшенная, оптимизированная, ну и тому подобного. Но на практике нам вот эти вот цифры показывают, что есть определенного рода вопроса ко всей этой истории. Потому, возможно, опять же, в будущем, как бы, разработчики это все будут оптимизировать, улучшать, либо же вообще мы можем считать, что это все находится в рамках какой-нибудь статистической погрешности, и эти данные можно использовать лишь только для определенного знакомства. Что же, друзья, вот такое обновление на Xiaomi 13T. Наконец-то я дождался его на данное устройство, потому как хотелось попробовать, что же оно такое. Меня однозначно порадовало наличие взаимосвязанности, также порадовало то, что добавляются там хоть и маленькие, но там определенные там фишки по типу количества там уведомлений в строке, потом мерцать вспышкой и тому подобного. Да, есть определенного рода проблемы в плане тех же приложений с настройками, то, что там с блютуза выбивает, ползунок с яркостью неправильно отображается, но, как я вот в телеге сказал, что разработчики исправляют одно и ломают другое. В целом, это их стиль жизни, и они так себя нормально чувствуют. Если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!